Книга «Открытым оком», вопрос 38, тема «Обращение ко Христу». Насколько человек силен изменить собственную участь или во всем воле и силы Божией? Как влияет свободная воля человека на свое будущее? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. В христианской церкви этот вопрос решался по-разному две тысячи лет. Послание римлянам, 9 глава, 16 стих. Итак, помилование зависит не от желающего и не от подвязающегося, но от Бога милующего. 1 Коринфянам, 3 глава, 7-8 стих. Посему и насаждающий, и поливающий есть ничто, а все Бог возвращающий. Насаждающий же и поливающий суть одно, но каждый, получа свою награду по своему труду. Образно можно выразить так. Человек заканчивает университет. Это его желание, его воля, но диплом выдать зависит от преподавателя. Иоанн Златоуст говорит так. «Ни я, ни Бог тебе не поможет, если ты сам себе не поможешь». Иеремия, 17 глава, 14 стих. «Исцели меня, Господи, исцелен буду, спаси меня и спасен буду, ибо ты хвала моя». Бог Создатель искупил род человеческий смертью Сына Своего Иисуса Христа, как заместительной жертвы. Галатам, 3 глава, 13 стих. «Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятвы, ибо написано «проклят всяк, висящий на древе». Исайя, 53 глава, 4-5 стихи. «Но он взял на себя наши немощи и понес наши болезни. А мы думали, что он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но он изъязвлен был за грехи наши и мучен за беззакония наши. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. Он послал на землю Духа Святаго». Деяние, 5 глава, 32 стих. «Свидетели ему всем мы и Дух Святый, которого Бог дал повинующимся Ему». Римлянам, 8 глава, 9 стих. «Но вы не по плоти живете, а по Духу, если только Дух Божий живет в вас. Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не Его». 1 Коринфянам, 8 глава, 6 стих. «Но у нас один Бог-Отец, из Которого все. И мы для Него, и один Господь, Иисус Христос, Которым все. И мы им». Бог дал определенные правила, условия спасения. А человек должен приложить все старание, силу, умение, талант. «Но у них есть жителька, но у Мир бы не по плоти живет в вас.